на самом деле вот чё ты прячешь на надо было это сказать не думал что я такой слабак виталий не думал что он такой слабак это записывается сейчас или нет вот так и запишем это прямо скажем прямо в кадр ты не думал а вот на самом деле мы все себе считаем с такими д'артаньянами сильными на самом деле сильно воли очень сильно даешь классные результаты мне это нравится но мышцы потяжки недостаточно сильные за счет техники ты уже прилично за счет того что ты стараешься упираешься да но пока еще количество митохондрий внутри твоих мышечных волокон недостаточное вот именно по этой причине мы находимся здесь в лаборатории чтобы увеличить количество этих митохондрий чтобы они принимали кислород и ты мог взорваться на этой дистанции в 50 метров и дать тот результат которого мы стремимся правильная гавыга уважаемые любители плавания сегодня очень классное событие мы встречаемся в лаборатории виктора николаевича силуянова это спортивная лаборатория которая показывает как можно тренироваться не на больших объемов но достигать очень классных результатов два года к этому шоу вот мурашки по коже бегут от радости сейчас я сижу между двумя виталиями виталий рыбаков основатель этой лаборатории в работающий работающий около 20 лет уже получается с вик николаевичем более 20 лет проработал но это лабораторию вот основали в 2007 года виталий спасибо что согласились с нами встретиться виталий кочнев справа от меня это мастер спорта мастер спорта среди лиц спода плавает только за счет рук к слову сказать недавно я снимал сюжет о том в каких нечеловеческих условиях виталий может плыть я тебе очень благодарен за то что ты меня ну просто вот так вот прожарил внутри вот определенными моментами я вот когда делал сюжет про тебя к слову сказать кто не видел этот сюжет можно посмотреть в описании под видео ссылка на него посмотрите ребята скучно точно не будет я тебе за это очень благодарен спасибо именно по этой причине я пытаюсь тоже тебе в частности помочь и подключил к слову ты сам знаешь не только там как бы тех специалистов которые и в лаборатории сейчас они будут нам помогать но и мастера спорта известные пловцы это в частности и семён гейман это вероника и вячеслав андрусенко другие серьезные пловцы которые сейчас переживают за тебя и пытаются помочь улучшить твою технику и добиться главной задачи о чем сейчас речь сюжет у нас о том как осенью этого года в японии мы будем побеждать на паралимпийских играх на самом деле конечно нам нужно пройти сначала отборочные соревнования и главная цель это проплыть полтинник за 30 секунд ну хотя бы за 31 секунду на данный момент виталий проплывает со скоростью 35 то есть 35 секунд уходит на то чтобы проплыть на одних руках полтинник этого недостаточно нам нужно где-то несколько секунд снизить я прекрасно понимаю что несмотря на то что мы отрабатываем технику нам необходимо еще и увеличить морфологически изменить структуру твоих мышечных волокон и без научного похода подхода нам в этом плане никак не обойтись и лаборатория виктор николаевич силуянова как раз в этом плане я надеюсь нам очень поможет как вы полагаете виталий у нас есть шансы есть лучик надежды лучик надежды есть всегда но для этого надо посмотреть исходные данные посмотреть что лимитирует и тогда уже мы поймем над чем нужно раб то есть иными словами я понимаю что сейчас но на что я и надеялся на самом деле что мы сейчас пройдем тестирование это ли ты готов к тестированию обследования всегда готов пройдем тестирование тогда что-то можно будет сказать уже все пошли тестироваться несколько слов о лаборатории спортивной адаптологии имени виктора николаевича силуянова таких научных центров в россии пока единицы а многие разработки методики и системы лаборатории не имеют аналогов в мире но до сих пор подавляющее большинство любителей и профессионалов сфере спорта и в частности в плавании тренируется по принципу который мы унаследовали со времен существования с ссср победа любой ценой главный упор в таком подходе неумолимая дисциплина воля и огромные объемы нагрузок практически каждый день но нередко это приводит к перетренированности запредельной усталости и откату назад снижению результатов в то же время в мире появляется все больше центров в которых подходит к тренировкам любителей и профессионалов на основе глубокого научного подхода и лаборатория силуянова являются именно таким центром где каждого спортсмена тщательно тестирует и затем на основе этих тестов определяют лимитирующие факторы в организме которые мешают ему улучшать результаты а после дают точный и прицельный план как и в каком количестве тренировать определенные группы мышц чтобы добиться значительных улучшений результатов при этом вдумайтесь объем тренировок снижается в 5-7 раз если раньше пловцу международнику приходилось проплывать за одну неделю порядка 65 километров за время тренировок то сейчас всего 10-15 километров не более полутора двух с половиной километров в день а результаты растут разработанные в лаборатории технологии уже более 25 лет применяются в подготовке российских и зарубежных спортсменов олимпийских и клубных команд по более чем 50 видам спорта кто хочет узнать больше подробностей об этом центре или пройти собственное обследование получить детальный план тренировок и питания переходите на ссылку в описании к этому видео а а сейчас вы видите фрагменты записей как проходило тестирование виталия кочнева в целом это заняло около двух часов после чего были подведены первые итоги итак сейчас самое интересное начнем с антропометрии то есть состав тела на сегодняшний момент 10 процентов чуть больше жира а у обычного человека сколько жира так в среднем пара разного так усредненный это было это у обычного человека который не занимается спортом норма опять же мужчина это же женщина и нормой зависит от длины костей от диаметров костей это может быть от 12 до 18 процентов то есть ты худышка получает вот для пловца это немного но здесь нужно смотреть не на все распределение жира а на складки которые не закрыты гидрокостюмом в данном случае если мы посмотрим уже распределение жира по сегментам да то мы видим что на бедрах есть увеличенные кожно-жировые складки но они нас не интересуют мешать мешать плаванию они небу будут то есть влиять на гидродинамическое сопротивление да на вот эти завихрения все которые будут препятствовать плава плаванию быстрому плаванию они не будут на животе тоже небольшая складка на верхней части спины небольшая о чем это говорит что думать о том что изменить композицию тела с помощью снижения жира данном случае не нужно то есть жир не мешает но что же нужно все-таки в составе тела изменить а изменить нужно количество мышц массу мышц тех которые она будет помогать плыть а а что же нужно менять составе тело а менять увеличивать мощную массу но для того чтобы посмотреть нужно ли нас вообще мышц увеличить до ведь для пловца излишнее увеличение мышечной массы может опять повлиять на гидродинамическая сопротивление Для этого нам нужно уже смотреть функциональное состояние наше. Здесь мы посмотрим на скоростно-силовые возможности. И увидим, что у Виталия скоростно-силовые возможности на низком уровне. То есть максимальную локтатную мощность, которую мы измеряли, надо увеличивать, чтобы достичь олимпийского уровня. Это как раз с помощью торгового. Да, это то, что мы делали, вот этот спринтерский тест, тест на определение максимальной локтатной мощности. Его надо увеличить в 2-2,5 раза. Насколько это реально, вот в 49 лет? Это реально, и как раз для этого и нужно будет увеличивать мышечную массу. Но в тех мышцах, в тех мышечных пучках, в тех мышечных группах, которые участвуют в плавании. А в данном случае основной акцент мы будем делать на грудные мышцы, на широчайшие мышцы плеча, это основные мышцы, на треуглавую мышцу плеча. Ну и дополнительно уже мышцы, которые меньше работают. Это на эндовидную мышцу, ну и другие мышцы. Из-за того, что у нас, и мы тестировали только мышцы плечевого пояса, да, и есть ограничения, потому что у плавца, который может работать и плечевым поясом, и мышцами ног, мы определяем, а что лимитируют, да, больше, или ноги, или руки. А в данном случае у нас есть такая интересная задача, да, проплыть данную дистанцию с помощью работы только рук. Ну и мы к ней будем идти. Ну, насколько мы понимаем с Виталием, необходимо в первую очередь изменить морфологический состав внутри мышечного волокна. То есть увеличить количество митохондрий, потому что именно они принимают кислород и могут, соответственно, дать ему возможность увеличить мощность. Правильно я понимаю? Я, может быть, не совсем точно говорю. Правильно, как раз вы все правильно сказали, и здесь можно отметить, да, что у Виталия после тестирования, да, мы определили, что 24% окислительных мышечных волокон, что, конечно, для плавания, допустим, на длинной дистанции немного. 11% промежуточных мышечных волокон, и все остальное, это 65% составляет, это гликолитические мышечные волокна. Это как раз те мышечные волокна, которых в митохондрии очень мало. И задача в тренировочном процессе как раз будет перестроить вот эти гликолитические волокна в промежуточные и в окислительные. Получается так, что, значит, по химическому составу моих сейчас волокон и мышц я более предрасположен к заплывам на длинные дистанции, чем на короткие. Чем больше окислительных мышечных волокон, тем с большей скоростью плавец может плыть. Длительное время. А у тебя окислительных всего 11%, да? 24. А, 24. Если много промежуточных и сумма окислительных и промежуточных мышечных волокон, тогда уже спортсмен может плыть с большей скоростью в районе 15-20 до 30 минут. То есть, если много окислительных, то больше скорость часа плавания, двух часов плавания. Это называется скорость аэробного порога. Соответственно, сумма окислительных и гликолитических – это уже аэробный порог. На нем спортсмен может плыть, как я уже сказал, 15-20, ну, до 30 минут. Аэробный порог у нас сейчас 75 ватт на руках. Мы берем, допустим, Кирилла Стрельнику, да? У него по процентам будет примерно то же самое. Но порог аэробный у него будет 150 ватт. То есть, грубо говоря, его 24% окислительных волокон – это намного больше, чем у вас. То есть, двух людей взять, то есть, у него, его 24% их больше, чем у того. К нам, бывает, приходят фитнесеры с 80% окислительных волокон. Но они марафон не бегут, потому что у них эти 80% – это как 5% окислительных у марафанилистов. Задача сегодняшняя – это плавать 50 метров. Поэтому здесь основной критерий – это, конечно, максимальная мощность. То есть, это максимально аллоктатная мощность, скоростные силовые возможности. И что мы видим? Мы видим, что у вас они на низком уровне. И по 10-бальной шкале – это 1,2 балла. То есть, 10 баллов – это уровень олимпийский. Это уровень оповый. Вот у вас сейчас такой уровень. То есть, это уже… Насколько баллов еще? 1,2 балла. Как ты вообще, Виталий, на самом деле, результаты ты добился 35 секунд при таком… На самом деле, Виталий еще кушает пока недостаточно хорошо, по моему глубокому убеждению. Я почему тебя сюда и привел. Я считаю, что не только нужно процесс тренировок, но и питание нам отрабатывать, потому что недостаточная у тебя еще сила. Вот именно об этом технику будем улучшать, ставить. Как раз это и говорит о том, что техническая сторона сейчас на довольно-таки хорошем уровне, потому что при таких низких значениях скорости и возможностях есть такое время. Я напомню, что это плавание на одних руках. Не думаешь, ты такой слабак? На самом деле, ну-ка, вот что ты прячешь-то, надо было это сказать. Не думал, что я такой слабак. Виталий, не думал, что он такой слабак? Это записывается сейчас или нет? Вот так и запишем это, прямо скажем. Прямо в кадр. Ты не думал, а вот на самом деле мы все считаем с такими Д'Артаньянами сильными. Ты на самом деле на воле очень сильно даешь классные результаты. Мне это нравится. Но мышцы пока еще недостаточно сильные. За счет техники ты уже прилично. За счет того, что ты стараешься, упираешься, да. Но пока еще количество митохондрий внутри твоих мышечных волокон недостаточное. Вот именно по этой причине мы находимся здесь в лаборатории, чтобы увеличить количество этих митохондрий, чтобы они принимали кислород, и ты мог взорваться на этой дистанции в 50 метров и дать тот результат, к которому мы стремимся. Правильно я говорю, Виталий? Была такая история в 2009 году, когда я выполнил мастера спорта по плаванию, стал чемпионом России. И была у меня вот такая вот, когда я плыву, я прям чувствую, вот сила есть вроде бы, а скорости нету. Я у своего тренера спрашиваю, говорю, вот почему, как вот мне, что вот, что вот сделать. И он мне все время такой, я не знаю, вроде ты хорошо плывешь. На тот момент, вот как раз вот, наверное, как раз и не хватало вот этого, может быть, вот этого именно этого обследования. Потому что были мышцы, видно, нити наработаны, не та была техника. То есть я вот чувствовал, вроде бы силу чувствую, а скорости нету. То есть вот этого момента. Тут жалко, что тогда вот этой методики как раз и не было. А что ты чувствовал, когда ты пытался ускориться? Я вот все делаю, вроде бы, вот все, вот я смотрю, все, вот и грибок, и так, и сяк. Нету скорости и все, ну нету, вот, ну не идет и все. А может быть действительно то, что вот мышцы были, мощность чувствую, а скорости нету. А может быть как раз вот почему, потому что задействованы были не те мышцы, которые нужны были именно для плавания, вот те вот, а обычные, вот что так вот. То есть не было вот специфика, специализации именно вот на то, на чем было, можно было. Поэтому так я вот, я на уровне мастера спорта тогда и остался. То есть мы, может быть тогда и не было, вот сейчас вот такой это в лаборатории, кто бы это все мог. Здесь еще один момент есть. У Виталя высокий гидродинамический коэффициент. То есть сопротивление в воде большое. Отсюда следует, да, что вот мышц как раз и не хватает, потому что вы можете увидеть, да, что вроде бы как бы, ну мышцы-то и есть, и они гипертрофированы. Гипертрофированы, да, но для вот этого большого сопротивления мышцы надо еще больше. Но опять же, как мы уже сказали, да, те, которые нужны в плавании, а не все мышцы. И как раз о чем Виталий и говорил, да, то, что были гипертрофированы, ненужные для плавания мышцы. А при данном гидродинамическом коэффициенте это плохо. Получается, для вашего, для вашей формы тела, да, нужна больше мышц, именно тех мышц, которые участвуют в плавании. Еще больше. Именно для ваших, если это будет спортсмен, который к нам тоже много приходит, олимпийского уровня, который имеет врожденное, вот это очень хорошее аптекаемое тело, очень низкий вот этот гидродинамический коэффициент. Для них и не нужно столько мышечной массы. То есть их мышечной массы хватает для того, чтобы плыть быстро. То есть мы в данном случае здесь все оценки определяем не относительно массы тела, а относительно вот этого гидродинамического коэффициента. Куда масса входит, это все равно, что сравнить бегуна, который бежит вверх, в подъем в гору, естественно, тот, кто меньше будет весить, у него будет преимущество. А в данном случае здесь гидродинамическое сопротивление. У кого оно меньше, у того преимущество. Есть лучик надежды, а то человек скучает. Расскажи, есть лучик надежды в этих гидродинамических эффектах? Лучший, конечно, лучик надежды есть. И мы как раз сейчас переходим к лучику. Всегда лучше начать с такого. Это как раз сила окислительных мышечных волокон. Их немного, как мы уже сказали, 24-25. Но их производительность находится на удовлетворительном уровне. То есть, а по 10-бальной шкале у нас получилось 4,2. То есть, и это большой-большой плюс. И это как раз говорится о том, что вы специализировались именно до этого на длинных дистанциях. Аэробные возможности, то есть, сила, сумма вот этих и окислительных, и промежуточных мышечных волокон, это аэробный порог, чуть не ниже, чуть ниже. То есть, оценка 2,7. Но самое главное, то есть, самый такой большой лучик, да, и самый положительный момент, что когда мы определили лимитирующие звенья, да, и когда мы увидели, что оценки невысокие, а вы-то плывете не за 50 секунд, и не за 40 секунд, а все-таки за 35, что увеличивая эти оценки, можно прийти к высокому результату. Еще один из положительных моментов, что производительность сердечно-сосудистой системы, то есть, сердца, может дать кислорода мышцам в 2 раза больше, чем мышцы могут потребить. То есть, сердце у тебя заряжено хорошо очень, но просто... Хоть и низкие оценки, да, и многие могут увидеть, да, что для спринта низкие оценки, а для длины еще ниже оценки, но вот это как раз и парадокс, да, что даже при низких таких оценках потенциал его сейчас в 2 раза больше, чем мышцы могут взять. Это если упрощенно. То есть, иными словами, не надо там огромные дистанции, не надо объемы, чтобы увеличивать объем сердца. Важно увеличить... Да, сердце готово, важно мышцы твои изменить, чтобы они готовы были принять тот кислород, который тебе сердце может в 2 раза больше, да, чем ты сейчас своими мышцами можешь взять. Играничные мышцы мне не надо критиковать. Нет. А увеличивать объем... Учитывая задачу, которая часто... Да, увеличивать объем сердца сейчас не нужно. И тем более, что для дистанции 50 метров оно не лимитирует вообще. Итак, на что будет направлен наш тренировочный процесс? Как мы уже сказали, что основным лимитирующим звеном у нас является скоростно-силовые возможности. И основную цель у нас будет увеличение мышечной массы в мышцах, участвующих в плавании, увеличение скоростно-силовых возможностей, а физиологически это увеличение максимальной лактатной мощности. То есть, мы будем работать не только над увеличением мышечной массы, мы же не можем до бесконечности ее увеличить, но и над силой этих мышц. И ближе к соревнованиям мы уже не будем увеличивать массу, да, в предсоревновательном периоде, а мы будем прорабатывать мышцы, чтобы сила и скорость этой мышцы начинала увеличиваться. Еще мы будем работать над увеличением силы окислительных мышечных волокон. Это мы будем делать за счет, ну, извивесной уже многим, статодинамической тренер-овки. Но тут только будем делать ее правильно. Далее мы будем структурно прорабатывать эту мышцу. Для увеличения скорости мы будем силу мышцу увеличивать, чтобы дальше не росла мышечная масса, потому что потом она уже будет не нужна. Это мы будем делать за счет скоростных интервуальных тренировок, это мы будем делать различных типов, это мы будем делать за счет силовых тренировок, при том, как в динамическом режиме, в статодинамическом режиме. Далее, что у нас еще может лимитировать Сила окислительных мышечных волокон Опять же, она даст вклад в массу мышечную И также даст вклад в силу Мы будем увеличивать за счет силовой статодинамической тренировки Митохондрии в гликолитических мышечных волокнах Мы будем за счет интервальной работы увеличивать Которая тоже будет большое разнообразие И уже при соревновательном периоде Мы будем переносить вот это функциональное состояние Уже будем переносить с помощью повторной работы На дистанционную скорость На проработку стационарных участков То есть всю вот эту функцию уже будем реализовывать в результат Понятно, что сейчас много всяких слов И они оседают еще в голове Но в целом план вырисовывается Ну и что, будем тогда ждать уже более детализированной информации Я добавлю, что мне очень нравится, что на ютуб канале В лаборатории Виктора Николаевича Сильянова Есть целый ряд детальных Настолько высокая степень детализации упражнений Как нужно делать в том числе и пловцам Что это по сути дела мануал Как надо это делать Поэтому мы уже договорились Что потом уже за камерой, за кадром Виталий подскажет нам какие упражнения Вот сейчас конкретно мы будем делать В рамках тех видеосюжетов, которые уже сняты И вы можете их посмотреть И это очень удобно уже Просто бери, что называется, и делай Ну, видимо так Виталий, спасибо огромное Будем тогда ждать от вас информацию Будем не только ждать Будем соответственно и действовать уже дальше Ну, по мере того, как будет поступать к нам информация И по мере того, как мы будем тренироваться И продвигаться к нашему главному результату Конечно же мы будем выкладывать информацию на наших каналах Следите за новостями Следите за нашими ютуб каналами Подписывайтесь, если вам интересно И собственное состояние, свой функционал увеличивать И чего, и вперед И тренируйтесь Будем двигаться, да, тренируйтесь Потом посмотрим, какие будут результаты Да, как раз повторное тестирование Нужно для того, чтобы посмотреть, что изменилось И на что разработать уже следующее К слову сказать Повторное тестирование мы когда примерно проведем? То есть вот будем тренироваться, сейчас упираться Замер обычно какой лучше сделать? Через сколько? Опять же, здесь тоже индивидуально В зависимости от календаря соревнований Но в данном случае где-то три месяца Через три месяца Через три месяца То есть можно будет структурно уже там что-то подвинуть хорошо Да мы с тобой почувствуем это по результатам, которые будут уже Я уже чувствую Ну что, тогда будем обращаться Счастливо, спасибо И тренируйтесь по науке По науке Всего доброго Спасибо Да, забыл добавить важный момент Чтобы еще грамотнее подходить к тренировкам каждого ученика Нашей школы плавания 6 по 15 апреля этого года Я собираюсь пройти обучение в лаборатории Виктора Николаевича Силуянова По системе Изотон Если совсем коротко, такое обучение позволит Первое Очень точно выявлять факторы в организме Которые мешают спортсмену улучшать результаты Второе Составлять план тренировок Учитывающий индивидуальные особенности организма Третье Сокращать объем тренировок спортсмена в 5-7 раз Улучшая в короткие сроки его спортивные результаты Если в ближайший год хотите реально улучшить результаты на соревнованиях И не важно, любитель вы или профессионал То присоединяйтесь к такому обучению Еще осталось несколько мест Для учебы не нужно иметь медицинское образование Все подробности по ссылке в описании к этому видео И напомню, что все любители плавания, желающие улучшить свою технику Могут пройти обучение в нашей онлайн школе плавания Где мы по шагам разберем самые болевые моменты И в короткие сроки научим вас круто плавать Переходите на ссылки в описании к ролику Там все подробности На этом пока все Отличных вам тренировок И до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok